Приветствуем вас, уважаемые зрители, в эфире программа «Формула успеха». Бог говорит с нами на протяжении всей нашей жизни, как услышать Его голос, как ответить на Божий призыв и как сделать так, чтобы Твое служение приносило добрый плод в Царство Небесное. Об этом будем говорить в этой программе. С нашим замечательным гостем я рада представить сегодня у нас в гостях епископ Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, настоятель прихода в Губаницах Иван Лаптев. Добрый день. Здравствуйте, Иван. Рада приветствовать вас в нашей студии. Очень рада и знакомству, и личному общению сегодня. Говорим об успехе, попробуем разложить эту формулу успеха для наших телезрителей. И, конечно, мне кажется, вопрос призвания и успеха ходят очень рядом, очень близко. Ну, безусловно, я вначале, наверное, хотел бы затронуть вообще сам термин «успех», потому что в христианском контексте, я думаю, что он звучит немножко особенным образом, что ли. Если бы мы посмотрели с вами на христианское служение, на служение самого Христа, на Христа в Гефсиманском саду или на Голгофе, или когда уже он был в могиле, вряд ли бы мы сказали, что это успешное служение. Если бы мы посмотрели также на апостолов, как они закончили свой путь, то вряд ли в современном мире отметили бы это как служение успешное. Но, тем не менее, безусловно, это понятие есть, оно встречается в Писании, и Господь благословляет, призывает нас к этому успеху. Что же это такое? И мне кажется, что, наверное, с моей точки зрения, как я бы это назвал, успех – это тоже перекликается со словом «успеть». Найти свое место за нашу короткую земную жизнь, найти свое место, которое определил нам Создатель в этом огромном мире. И если человеку это удается, если он занимает это место и начинает проживать эту жизнь так, как ее задумал Бог, в принципе, это и есть успех. И вот здесь, мне кажется, важно тоже отделить это понятие от некоторых стереотипов мирских, как мы на них смотрим, что это обязательно богатство, слава, популярность какая-то человеческая. Это может быть все что угодно. Как говорит Лютер, даже сапожник или мама, которая воспитывает своих детей, если они делают это с Богом, то к их призванию, к должности добавляется такая небольшая приставка из двух слов «от Бога». Врач от Бога, сапожник от Бога. Вот тогда, наверное, мы можем сказать, что этот человек успешен. Поэтому как прийти к этому, безусловно, опять же, с христианской точки зрения, мы должны прийти к такому термину, как грех. Потому что, ну, очень такое понятие широкое, но одно из значений слова «грех» – это промах. Промах мимо цели, по-гречески «хамартея». То есть, когда человек как раз проживает свою жизнь, не найдя вот этого места, которое определил для него Господь. И чтобы преодолеть этот промах, чтобы попасть в эту цель, это возможно только через Христа. Как пишет апостол Павел в послании к Ефесской церкви, то есть, что Господь приготовил определенные дела для каждого из нас во Христе Иисусе, которые Он предназначил нам исполнять. И вот если человеку это удается, то это, безусловно, успех с точки зрения христианской, с моей точки зрения, по крайней мере. То есть, получается, чтобы найти успех, нужно найти сначала Христа. Так случилось в вашей жизни. Совершенно верно. И как раз так получилось, что до того, как прийти в церковь служить, я больше двух десятков каких-то вещей пробовал в своей жизни. И там работал, и по этой специальности, и по другой специальности. Но когда произошла вот эта встреча со Христом, то действительно очень ясно мне открылось, что в чем мое призвание. Это проповедь, это благовестие людям и служение в церкви. Это действительно было очень четко, ясно и понятно. И внутри я почувствовал впервые такой покой, мир, о том, что я понял, наконец-то, чем мне следует заниматься. И со стороны людей также подтверждение получил. Вот поэтому это, безусловно, была встреча со Христом, за которой уже последовало призвание. А вот если человек встретился со Христом, но пока не понимает, его и туда тянет, и сюда, да? То есть вроде бы все получается. Вот на что все-таки опереться, чтобы выбрать тот единственный правильный путь? Как вы считаете? Ну, я думаю, что вот это призвание, да, если взять вот идеальную некую формулу, я бы ее разложил на три части. То есть, во-первых, это то, что нам задано изначально, некая заданность, да, наши там физические данные, предыдущий жизненный опыт. Вторая часть – это то, чему мы могли бы учиться или совершенствовать какие-то навыки, да, получать образование в этой сфере. И третья составляющая – это духовные дары, дары Святого Духа, которые Господь дает вот человеку верующему. И если вот эти три вещи совпадают, вот прям точно ваши. Вот это здорово, это большое благословение. Я правильно поняла вас, Иван, что призвание, с вашей точки зрения, оно всегда идет в связке с дарами и талантами? Или же это могут быть совершенно разные вещи? По большей части. То есть апостол Павел говорит нам о том, что нам следует ревновать о еще больших дарах, да. И, безусловно, если есть видение, если есть понимание, если есть призвание, то инструменты Господь уже дает, да, как я уже сказал, либо те инструменты, которые мы сами можем, которых достигать здесь, повышая какую-то свою квалификацию, образование и так далее. И инструменты, как дары Святого Духа, тоже Господь нам их дает. Вот говоря о вашем служении, на чем вы строите? Какие принципы служения являются для вас ключевыми? Ну, как для христианина и для лютеранина, конечно, основной принцип – это верность Священному Писанию. Это самый главный принцип, который пронизывает и жизнь верующего человека, и, безусловно, служение. То есть у Мартина Лютера был такой богословский метод, который он называл, если так перевести на русский язык, да, молитва, размышления и борьба, страдания. Ратио, медитатио, тентатио. Что это значит? Что человек молится, потом он читает Божье Слово, и потом начинается некая борьба, то есть своего там, да, эго, своей плоти с этим божественным откровением. И вот это происходит действительно в жизни каждого христианина, я думаю, на уровне разума сначала, когда мы читаем, и весь мир, наш опыт предыдущий говорит, что да нет, это неправда, это не так, не может этого быть. Потом наши поступки, которых Господь ожидает, да, на основании этого слова. И, безусловно, само служение. То есть само существование церкви, в принципе, оно призвано именно к этому, чтобы возвещать миру, прежде всего, своей жизнью, поступками, но и также вербальной, устной формой вот это самое Божье Слово. Поэтому основной принцип, конечно, это исследовать Писание и придерживаться того откровения, которое Господь нам дает. Если мы говорим о команде, мы немножко за кадром тоже об этом общались, что когда команда в церкви сильна, да, она сплоченная, она двигается в едином духе, то, конечно, такую церковь не сломить, и действительно, врата ада ее не одолеют. Вот на ваш взгляд, в чем залог успешной команды, и какими качествами должен обладать лидер, потому что все-таки от лидера очень много зависит. Вообще, мне очень повезло, я даже вот как бы размышляю об этом последний, наверное, год, о том, насколько удивительна вот именно наша церковь, да, я не в качестве рекламы это говорю, но насколько Бог нас благословил именно людьми в призвании. То есть наш епископ-предшественник мой, который там несколько десятилетий, на глазах у всех он исповедует и живет, и поступает, и учит именно так. Это наш асессор, прекрасный человек, Дмитрий Анатольевич Розет, который является апологетом, одним из ведущих вообще специалистов, который также посвятил многие десятилетия жизни этому призванию. И наш главный секретарь, такой богослов, подающий надежды на стоятель прихода Святой Марии. То есть действительно такая команда людей, каждый из которых именно в своем призвании находится, нашел себя и старается держаться этого курса. И, безусловно, это огромное благословение. Мы это видим на практике, как Бог нашу церковь благословляет, несмотря на трудности, несмотря на какие-то вызовы. Вот это благословение я вижу каждый день, на самом деле. Это большое чудо. А вот главное, наверное, это, конечно, личная вера и упование, как вы сказали, и лидеров, да и вообще просто каждого человека, каждого верующего, упование на Бога и личное отношение с Ним. Вот это вот основа, от которой все остальное происходит. Если мы говорим об успехе, все-таки есть обратная сторона, да, такая, которой принято умалчивать. Но, тем не менее, случалось ли вам в вашем служении, в вашем призвании чем-то жертвовать? И как Господь это восполнял? Какие были чудеса в вашей жизни? Надо немножко сказать о том, что это такое и вообще зачем нужна жертва. Потому что часто люди, когда размышляют о Боге и в Писании читают об этой жертвенности, например, там, когда Господь призывает Авраама, да, принести своего сына, и так удивляются и говорят некоторые, ну, почему Бог такой, вот ему нужны какие-то жертвы. Но мы понимаем, что Господь не нуждается в служении человеческих рук, Он не нуждается ни в каких жертвах. И на самом деле эти жертвы, они нужны для нас, прежде всего. Для нас с той простой целью, чтобы мы сами себе ответили, какие у нас есть истинные ценности. Грубо говоря, чем я готов пожертвовать, и что действительно в моей жизни самое главное. Потому что есть ценности декларируемые, то есть мы все христиане говорим, да, Бог для меня на первом месте, это самое главное и так далее. А есть ценности реальные, то есть то, как мы живем. И вот я привожу такой пример, когда об этом тоже говорю часто, что представьте, молодой человек идет на свидание, и вот он подходит к цветочному лотку и выбирает букет своей девушки. То есть чем он руководствуется? Над ним никто не стоит, он никому ничего не должен. Ну вот он делает выбор, либо там гвоздичку за 50 рублей, да, либо на последнюю зарплату купить огромный букет цветов. Вот кому он что хочет доказать, да. И, конечно, он ей ничего не обязан. Но вот размером вот этой жертвы определяется его истинность, его намерений, да. Само себе он это говорит. И это очень важно. Это важно в служении, безусловно, когда Господь задает вопрос, и ты на него отвечаешь, отвечаешь поступком, конечно. И, безусловно, эти жертвы приходятся, ну, даже я не скажу, что приходятся, наоборот, это очень интересно и здорово, потому что ты что-то теряешь и ожидаешь с надеждой, ожидаешь помощи Божьей, ожидаешь ответа, и эти ответы приходят. И это еще больше тебя поднимает, наполняет, и это очень здорово. У вас очень правильная позиция, потому что у многих бытует мнение, что, ну, раз это Божье дело, он мне его доверил, то почему же Господь меня не благословляет? Почему же мне с таким трудом все дается? Вот мне кажется, надо развенчать этот стереотип. Ну, конечно, это, опять же, ложное мирское понимание об успехе. То есть, послание к евреям, мы читаем, там говорится о том, что были люди, которые побеждали, герои веры, но были также те, пишет апостол, которые скитались в милотих и козьих кожах, о которых никто ничего не знает, но нельзя сказать, что они были безуспешны. Нельзя сказать, что апостол Павел, который три раза молился, чтобы Господь убрал от него вот это жало сатаны, Господь ему сказал, нет, я тебя оставляю. И Павел такой, все, я неуспешный человек, Бог меня не слышит. Но Господь ему ответил, что это нужно, в этом тоже есть благость, это тоже успех, что это остается у тебя, и ты сохранишь веру до конца, ты не возгордишься чрезвычайностью своих откровений и так далее. Поэтому здесь тоже не надо смотреть на вот эти вещи мирским каким-то взглядом, не нужно ждать быстрых плодов, как Господь говорит. Если мы понимаем, у нас есть четкое видение, что Господь меня призвал и поставил на это служение, нужно идти и быть верным в том самом малом, и о плодах позаботиться Господь. Потому что того же самого Павла мы находим в Писании момент, когда он говорит, все меня оставили, люди отвернулись, предали, ничего не получается, грубо говоря. Но вот представьте, что Павел бы сказал, ну все, успеха нет, благословения нет, он бы так выразился, да, и пошел бы домой. Но, слава Богу, этого не произошло. И вот, кстати, еще один важный критерий успеха, который отличает христианское понимание от мирского, то, что успех важно сохранить до конца. Потому что в мире, мы понимаем, бывает очень часто какой-то момент, человек становится знаменитым, звезда, там тысячи людей о тебе знают, приходит слава, но через пару лет там все о тебе забыли. И с верой, наверное, так же бывает, как один пастор мне сказал, хороший знакомый, что рост церкви нужно считать по количеству отпетых прихожан. То есть, что имеется в виду, что это как раз те люди, которые сохранили веру до конца. Потому что, да, бывают разные евангелизации, собираются стадионы, тысячи людей приходят в церковь, а через пару лет уже никого из них не осталось. И вот Павел об этом именно свидетельствует. Это благодарит Бога, что я течение совершил и веру сохранил. Готовится мне венец славы. Вот это вот успех, когда человек доходит до конца. Есть человек, он служит, посвященно служит, но в какой-то момент он понимает, что, но дошел до черты. И оставить служение вроде бы нельзя, и перед Богом неправильная позиция. Ну, как бы по всем параметрам невозможно. Вот что делать в таких ситуациях, и как не сгореть, отдавая себя полностью на служение? Ну, опять же, вот этот термин «выгорание», он очень модный сегодня в христианских кругах, но еще там пару десятилетий назад мы этого нигде бы не услышали, потому что, наверное, все-таки христианин как служитель, как личность, ну, я думаю, что он должен другим термином пользоваться. А вот гореть и сгорать, мне кажется, это очень прекрасное такое призвание, как есть песня группы «Машина времени», «Костер» называется, и там вот два героя, один из которых жгет едва-едва, другой разводит огромный костер, все за час спалил, и все его там осудили, но в этот час стало всем теплее. Вот мне кажется, что христианство все-таки про второй вариант, когда нужно гореть, нужно действительно не жалеть себя. Как мы помним, Петр подошел ко Христу и сказал, «Господи, да, пожалей себя, да не будет этого с тобой». И Христос ему ответил, «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божий, а о том, что человеческое». И вот эти вот вещи из психологии, из разных других, они потихонечку в христианство проникают, но, безусловно, такое происходит, безусловно, люди падают, с ними что-то происходит. А что с ними происходит? Очень просто. Господь говорит такие слова, «Без меня не можете делать ничего». И когда человек в процессе служения, в процессе даже просто жизни, вот в течение жизни, он теряет эту связь со Христом, безусловно, какое-то время он способен посветить, помелькать, потом он затухает. И не зря Господь приводит притчу о лозе и говорит, что «Я лоза, а вы ветви, если вы прибудете во мне, вы принесете много плода». И апостол Павел нам говорит, что дары и призвания Божьи, они непреложные. Не бывает так, что я призван, Бог меня поставил служителем, и я 15 лет служил. Нет, что-то ничего не получилось, не мое. Все, я пойду, пошел. Безусловно, это грех в разных его проявлениях. Это, в том числе, неправильное распределение времени, здоровья, мотивации неправильной, чтобы угодить людям, что скажет церковь и так далее. Но для того, чтобы восстановиться, нужно сделать одну простую вещь. Покаяться и вернуться обратно. Это как вот если вы спичку возьмете, в пламя свечи поставите, сколько она будет гореть? Она так и будет гореть. А если чуть-чуть в сторону уберете, все, через какое-то время она погаснет, и обратно придвинем, и будет она снова гореть. Поэтому вот это, наверное, не термин такого выгорания, не как сэкономить там себя, а как быть со Христом. Основной вопрос. И не оставлять его, не оставлять этой связи с Богом. Хотела спросить про вашу семью. У вас большое служение, и как вам удается все совмещать? И в чем секрет семейного счастья, на ваш взгляд? Как есть такой популярный ответ? Не удается. Тем не менее. На самом деле, здесь тоже есть такой распространенный вопрос про этот баланс между служением и между семьей. И есть люди, которые постоянно хотят, мы все хотим инструкцию получить. Так как же, как же, дайте нам, Господи, дай нам эту инструкцию, чтобы мы вот ей следовали. И действительно, есть люди, которые пренебрегают своим служением и приходом. Они часто бывают дома. Их любимый стих такой. Кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Они все об этом говорят, проповедуют и учат. А есть другие люди, которые фанатично, наоборот, пытаются заслужить какие-то баллы перед Богом и перед приходом, перед самими собой. Оставляют, бросают семью. И другой у них стих. И кто не отречется от всего, кроме меня, не может быть моим учеником. Но, безусловно, здесь не может быть какой-то инструкции. И я понимаю, наверное, основной призыв Христа и апостолов, который говорит, что ищите прежде Царство Божие. Все остальное приложится вам. Царство Божие – праведность, мир и радость во Святом Духе. И действительно, когда есть вот это Царствие Божие, когда есть водительство Духа, ты понимаешь, что сейчас надо все бросить, быть семьей, посвятить, какими бы важными ни были дела, а иногда бывает наоборот. Ты говоришь, и больно, и жертвуешь этим временем, и детьми, и семьей. Но ты понимаешь, что вот сейчас надо посвятить время служению. И, конечно, благодарение Господу, что и супруги Господь дают такую веру, и терпение, и понимание этих всех вопросов, потому что это всегда совместное служение, это всегда общее такое дело всей семьи. Это очень здорово, когда вся семья вовлечена. Это благословение, на самом деле, большое, как бы ни было порой трудно, но Господь обязательно устрояет все. Как вы наставляете своих детей в вопросе призвания, если уже говорите с ними на эти темы, в вопросах успеха, призвания и будущего? Ну, безусловно, говорим и пытаемся как-то что-то нащупывать, молиться об этом. И я думаю, что старший сын, по крайней мере, он себя уже так находит, нашел в качестве такого музыканта и человека, который на эту стезю встал. Тут как раз соединяются все вещи, о которых я говорил. И музыкальную школу он закончил, как бы навыки такие. И есть слух, и есть желание, и постоянно он совершенствуется в этом. И мы об этом говорим, молимся и с другими детьми также. Но надеемся, конечно, мне бы хотелось каких-то своих вещей, чтобы они пошли в церковь служить и пошли по стезям отца. Но, как я уже сказал, вначале у каждого свое место, и Господь приготовил каждому этот путь. Я надеюсь, что они его найдут как можно раньше. – Скажите, пожалуйста, Иван, есть ли у вас библейский стих, который очень близок к вам, вашему сердцу, возможно, который таким девизом является для вас по жизни? – Ну, есть связанные с сегодняшней темой, есть один отрывок, послание к римлянам, 14 глава. Как раз там говорится о том, что «Царство Божье, не пища и питье, праведность, мир и радость во Святом Духе». А дальше идут очень интересные слова, которые меня потрясли в свое время. Апостол говорит, кто этим служит Господу, тот достоин одобрения от Бога и людей. Этим – праведностью, миром и радостью. Вот это основное то, чего мы должны искать, что мы должны соблюдать, хранить. А остальное все – это инструменты, это форма выражения. Вот если это есть праведность Христа, мир, покой и радость в Святом Духе, то все остальное, оно будет благословляться и иметь успех, как мы говорим сегодня. – Ну что ж, в завершении нашей передачи хотел бы попросить вас, вот можно дать такое наставление для наших зрителей или пожелание, для тех, кто боится все-таки начать свое служение. Может быть, кто-то еще сомневается, правильно, неправильно. Вот что бы вы могли сказать таким людям? – Ну, я бы мог сказать, дорогие братья и сестры, ищите, потому что к этому нас призывает Господь. Ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Это действительно великое благословение, когда мы находим свое место, то место, которое нам приготовил Господь, и проводим свою жизнь, понимая, что ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты не проходит напрасно, чтобы в конце этого пути мы вместе с апостолом Павлом могли сказать, что течение совершил и веру сохранил. Божьих благословений всех вам и успехов в вере и в Господе. Огромное спасибо вам, Иван, за ваш путь веры, которым вы поделились, за ваши принципы и за то сердце, которым вы делитесь. Я верю не только с нашими зрителями, но и со своими духовными сыновьями и дочерьми. Это была программа «Формула успеха». Дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова